поддержки франчайзика и организовать взаимодействие их с региональными органами власти и разработать дополнительные продукты по льготному хрестованию самозанятых и социальному франчайзику. Полный документ резолюции мы предоставим Располнительный комитет города Набережныча. Спасибо. Спасибо большое, что вы обращаетесь уже в рабочем режиме ко мне. Я все ваши рекомендации возьму и поработаю обязательно прямом. Я с вами абсолютно солидарна в том, что нам нужно сейчас всем вместе, и вам, и Мэрина Беженчук, и Министерство, и, в общем-то, законодательной власти местной, республиканской популяризирует те действия, которые на федеральном и республиканском уровне ведутся. Смотрите-ка, про налогообложение, прям буквально три секунды. У нас достаточно развернута система налогообложения для предпринимателей. Это, пожалуйста, и упрощенная система налогообложения, и единый налог на обвиненный доход, и патентная система, и сейчас еще налог на самозанятых. То есть в зависимости от того, каким бизнесом занимается, и какой это бизнес, налогопредприниматель может выбрать самую комфортную систему налогообложения. Но ему, верно, в этом надо помочь. Ему надо разъяснить, и то, что сейчас у вас родилась идея сформировать систему популяризации и информирования, вот всех мер государственной поддержки, это очень здорово. Мы говорим сейчас о том, что можно взять на оборотку и до миллиарда рублей под 8,5% на расширение бизнеса, судя, значит, кто этим пользуется. Половина не знает, половина не знает, как дорожку протоптать вот к этой структуре, которая занимается выдачей. Мы говорим о лизинге, который субсидируется и финансируется за счет федерального бюджета под 6% годовых лизинг для отечественного оборудования и под 8% для импортного оборудования. Кто знает из предпринимателей? Надо рассказывать. Вот нам сейчас, вот мы говорим о несовершенстве законодательства. Мы вначале, мы будем его постоянно настраивать с вашей помощью, мы будем инициировать. Но у меня складывается впечатление, сложилось, а вы сегодня мне сейчас подтвердили, вот мою уверенность в том, что существующие меры поддержки не вошли еще в головы наших предпринимателей. Они не пользуются ими легко и свободно для развития и расширения своего бизнеса. Вот что плохо. Это получается, что проделается колоссальная работа, проделается, выделяются средства из федерального бюджета. Как вы знаете, очень часто они оказываются неосвоенные, и мы даже при гарантируемке бюджета возвращаем в отдельный бюджет. То есть, с одной стороны, денег не хватает от предпринимателей, с другой стороны, деньги не используются, возвращаются в бюджет, потому что они вроде бы как никому не нужны. То есть, вот это какая-то ситуация ненормальная. Вот здесь очень большую роль, конечно, должны сыграть и местные комитеты, и общественные организации, и торгово-промышленные палаты, и наши комитеты по опору России. Вот именно для каждого предпринимательства это нужно сделать. У нас в набережных чернах есть все, для этого в закаме есть все условия. У нас создаются промпарки, я предлагаю, в каждом промпарке должен быть какой-то информационный центр. Сидеть именно, быть те ангелы, которые помогут предпринимателям стартовать и развиться. Это в промпарках, это в инновационных, в IT-парках, это в индустриальных парках. Вот сейчас мы должны свою, наверное, энергию направить именно на это. Все ваши предложения, которые вы сформируете на нас на руке, обязательно на ближайшем заседании, на парламентской службе, обязательно буду озвучивать. Хочу сказать, что в этом году, до окончания года, значит, в втором году в Государственной Думе, мы проведем на парламентской службе дважды, посвященное развитию нового зрения на бизнесе. Поэтому, у нас есть все возможности. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Уважаемые участники съезда, Министерство экономики нашей республики является уполномоченным органом, ответственным за работу новой системы управления продвижением на рынке продукции, производимой в Республике Татарстан. Администратором этой системы выступает агентство по государственному заказу. Спикер нашего съезда, Никея Яков Вениаминович, сегодня находится в Карелии. Он очень хотел принять личное участие в столь важном событии в нашем родном городе. И в этом сегодня нам помогает информационная технология, которая сегодня позволяет делать буквально все. Итак, уважаемые гости, внимание на экран. Доброго дня, земляки. Доброго дня, уважаемые челненцы. Доброго дня, Никита Марьевич. Рад приветствовать вас на этом форуме. Очень сожалею, что не мог принять личное участие. Но давайте попробуем вот так креативно. Цифровая экономика с экрана попробуем показать. Я с особенным отношением, хочу сказать, особое отношение к городу набережной Челны по поводу этого проекта, поскольку спасибо Наиму Гамбаровичу. Он проявляет необыкновенный интерес к тем ресурсам, которые мы используем. Ведь, в конце концов, главная задача, которая стоит при создании наших ресурсов, это обеспечить самое востребованное. Самое востребованное – это справедливость. Вот посмотрите. Мы вот вокруг нашей федеральной электронной площадки, заказы, создали целый кластер. Он торговый, он информационный, он обучающий. И если говорить про набережную Челны, вот тот ресурс кластера, который называется «Бержевая площадка без сопровождения» или «223 заказы РФ», вот только за пять месяцев этого года, благодаря вовлечению, благодаря тому, что Наим Гамбарович дал указание все малые закупки размещать на этом ресурсе, вы видите, только за пять месяцев 1313 извещений и 725 челнинцев, которые участвовали в торгах, хотя сам муниципалитет разместил заказы на сумму 40 с лишним миллионов рублей, а люди смогли получить заказы на 424 миллиона рублей. Это вот один ресурс. На нашей основной площадке заказы РФ, вот арифметика по Челнам. 1414 бизнесменов Челнов участвовали в 2019 году в закупках. Вот они заключили 1700 с лишним контрактом и получили заказы на 2,7 миллиарда рублей. Третий ресурс – это наш закупочный модуль «Бержевая площадка», где, опять-таки, хотя зарегистрировано 194 предпринимателя, правда, участие принимает только 87, но эти 87 человек получили почти 10 миллионов рублей выручки на этой площадке. И еще один шаг, который сделал персонально Челны, персонально Маил Гомбарович, должны быть ему благодарны, он открыл справедливость при распределении прав, то есть при реализации имущества. В этом году 81 извещение по реализации имущества и реализации прав на временные торговые места, аренду и так далее. И вот 278 человек принимали участие в этих торгах. А отвечая на вопрос, как получить крупные заказы, я хочу для тех, кто еще не знаком, познакомить вас тоже с одним из ресурсов нашего кластера. Это сайт smb.txt.ru. И он устроен следующим образом. То есть мы сделали такой механизм, который ежедневно бегает 78 закупочных ресурсов в стране и сообщает по электронному адресу предпринимателей, интересующие его закупки. Так вот, в набережных человек, таких резидентов, физических и юридических лиц, 859, я не думаю, что это много. И ежедневно в адрес этих людей отправляем 4713 в среднем извещении о закупках. Может быть, кто-то еще не знает, я сообщу, но президент республики Рустам Новгоревич Мениханов подписал указ о создании на базе, в том числе нашего кластера, республиканского маркетингового центра. Именно цель маркетингового центра – это продвижение продукции местных республиканских товаропроизводителей. Просто на примере одного из лидеров этого движения, фирмы «Барс Девелопмент», я хочу показать. Вот посмотрите, «Барс Девелопмент» только в этом году разместил 2,5 тысяч заказов и заключил по этим заказам контракты. Мало того, что сам «Барс Девелопмент» получил экономию, но еще и люди на основе справедливости получили заказы. Это такой лидер движения «Барс Девелопмент». И вот как мы хотим, чтобы выглядел, собственно, агрегатор функций маркетингового центра. Мы хотим, чтобы в нем размещали свои заказы. И, понятно, один на бюджетники до 100-400 тысяч рублей, понятно, тарифообразующие предприятия, понятно, закупки второй руки, то есть продукция, необходимая для выполнения контрактов, корпоративные заказчики и частный бизнес. А продавать для них должны как крупные предприятия, так и особенно по теме нашей сегодняшней конференции. Малый бизнес и новые резиденты, которых мы называем «самозанятые», и которых мы также приглашаем регистрироваться в Кластере и получать заказы. Вот, собственно, ответ на вопрос, который задали в заголовке конференции. Как получить крупный заказ? Надо научиться работать на ресурсах. Надо использовать ресурс СМБ, получать информацию. В СМБ есть видео-университет. В СМБ есть все документы и материалы, необходимые для того, чтобы научиться, как принимать участие в закупках крупных товаропроизводителей. Ростех, РосАтум, РЖД, ну и, понятно, бюджетные закупки во всех регионах. Поэтому еще раз приветствую вас, благодарю за внимание, удачи вам и денег. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжаем, уважаемые гости. Набережный Челны является центром самого крупного в России КАПского инновационно-территориального производственного пластера «Инакам», который объединяет более 300 предприятий сферий автомобилестроения и нефтехимии. С объемом производства, внимание, более 700 миллиардов рублей. Сегодня в президиуме присутствует президент Ассоциации «Инакам» Яровин Арафинат Самадович. Арафинат Самадович, расскажите о планах и, может быть, на новых направлениях работы Ассоциации «Инакам». Уважаемые участники совещания, уважаемый Илья Амбарович, президиум. Во-первых, Ассоциация будет продолжаться действовать по тем направлениям, что и велись раньше. Это развитие инноваций, это кооперация между предприятиями, кооперациями между крупными городами, крупными производителями, малым производителем, малым бизнесом. Значит, вот создали такую интересную машинку, которая называется интернет-портал «Имнасток». На сегодняшний день поступило уже более 900 заявок на технологии исследований, в том числе и стран СНГ. Ставится вопрос, дайте нам технологию получения вулеволокна, дайте нам технологию получения Алиакампу, который сегодня выступал у нас на выставке, другие разные различные виды и предложения. Этот интернет-портал начал работать, намерные дотмены, нижнекампустики, крупные предприятия, немалые бизнесы. Обратите на это внимание. Значит, и университет, университеты дают решения, университеты выполняют те или иные задачи, наука и бизнес, вот такая взаимосвязь. Кроме этого, у нас кадровые комитеты на камере работают, на которых мы обсуждаем, решаем многие вопросы. Вот Иванова, например, в архитектуре говорила, что не доходит вот эта информация. Это действительно все каналы, которые существуют, они недостаточны, понимаете? Информация должна идти по горизонтали. Вот эту горизонталь аристичную, и торгово-промышленная палата, и глава города, и местные депутаты. Но самое главное, значит, у нас большой вопрос, это, конечно, банки. Вот с банками тут вообще особая любовь, да? Вот я, значит, являюсь членом совета директоров на многих предприятиях, когда начинаем делить прибыль, смотрим, львиная доля уводит на наши банки. Вот с этого, с вами банки выступала, да? Значит, вот мы дадим, что мы дадим? Если бы она сказала, что на 2-3% уменьшит она, значит, эту ставку, было бы тогда, значит, это, конечно, самое главное. Понимаете? Промышленность работает на банках. Это, я не знаю, это нонсенс какой-то, но вот такой нонсенс у нас есть, и, вот я вам говорю, к вам первое обращение, значит, тут обращение, которые к вам были, я тоже их поддерживаю, значит, банки должны, значит, банкир, обычный рядовой банкир не должен дорабатывать больше в 2 раза, чем работник, который работает на КамАЗ. Это безобразие, это неправильно. Значит, мы выиграли право проведения в 2020 году глобальной конференции Международной ассоциации по кластерному развитию и инновациям ИСИА. Мы планируем привлечь мировых экспертов в области конкурентоспособности, инноваций и кластерного развития. Она будет проходить в Казани. Значит, это будет очень большая конференция, будем ждать больших гостей, будем дальше прорабатывать все эти вопросы. Но еще раз говорю, может быть, я не прав, но я чего-то не понимаю. Мы сейчас живем при капитализме. У капитализма правая рука, это что такое? Это кредит. Кредит и что это такое? Это банк. У нас правая рука больная. Вот эту больную руку каким-то образом надо вместе нам, сидящим здесь, исправить. Спасибо. Спасибо вам большое. Итак, мы продолжаем, и я напоминаю, уважаемые спикеры, 5 минут. Уважаемые модераторы, 2 минуты на вашу информацию. Прошу прощения, сегодня серьезный день, не будем выходить из рамок. Итак, мы продолжаем. Тема выращивания бизнеса детально обсуждалась на круглом столе, модератором которого стала главный эксперт регионального центра компетенции Машкова Елена Владимировна. Елена Владимировна, думаю, что в рамках круглого стола прозвучало достаточно много интересных вопросов, о которых, надеюсь, вы нам сейчас и расскажете. Спасибо. Добрый день, уважаемые президенты, добрый день, уважаемые коллеги и предприниматели. Когда мы готовились к проведению круглого стола и обсуждали на подготовительных мероприятиях последний отчет обора России, как раз основной проблемой была выдвина вот эта низкая информированность предпринимателей о проводимых программах государственной поддержки и государственной помощи. Поэтому круглый стол по реализации мероприятий выращивания субъектов МСП насел характер информационный. Больше так пытались донести всю информацию об имеющейся на уровне республики и на уровне федерации господдержке по предпринимателям. В мае этого года функции регионального центра компетенции в разрезе выращивания субъектов МСП возложены на инакам. Те дела, за которые берется инакам, достаточно с высокой эффективностью реализуются. Предложение в реезолюцию от нашей секции. Во-первых, конечно, самому предпринимательскому сообществу ознакомиться и рекомендовать предприятиям малого среднего бизнеса рассмотреть возможность принятия участия в программе выращивания субъектов МСП до поставщиков при осуществлении закупок товаров и услуг работ крупными заказчиками. Во-вторых, и сегодня это подтвердит подписание трехсторонних соглашений, рекомендовать крупным предприятиям включение в состав своих поставщиков тех предприятий малого и среднего предпринимательства, которые пройдут процедуру выращивания. И, в-третьих, получается делегирование рекомендаций центру компетенции, что в процессе выращивания способствовать всеми силами и всеми способами повышения информации и информированности предприятий МСП о всех формах и видах государственной поддержки финансовой, имущественной, маркетинговой, информационной и о конкретном порядке ее получения, чтобы снять негативные бандеры и чтобы снять страх перед походом в государственные органы. А также в функции этого дефортамента выращивания малого и среднего бизнеса будет входить обеспечение сопровождения предприятий в самом процессе выращивания. То есть у вас будет поддержка и помощники, которые будут идти рядом по обуви, на гробную. Спасибо всем. Спасибо вам. В настоящее время во всем мире растет роль экспорта-митированных экономик. Увеличивается доля малых и средних предприятий в продаже продукции на внешнем рынке. Ошибочное мнение, на мой взгляд, что только крупные акулубизнесы могут отправлять свою продукцию на экспорт. Вовсе нет. Сегодня на уровне республики определены организации, которые помогают предпринимателям в экспорте товаров. Это Министерство экономики, промышленности и торговли, агентство инвестиционного развития, торгово-промышленная оборота. Для действующих и потенциальных экспертов, субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу одного окна работает Центр поддержки экспорта. Сегодня этой теме был посвящен специальный круглый стол, модератором которого были вы, Артур Сергеевич. Как вы оцениваете экспортный потенциал Закамского региона республики? Какие сильные и слабые стороны вы можете обозначить? Каковы результаты обсуждения этого вопроса на круглом столе? Спасибо. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Хотелось большое спасибо сказать за приглашение. Та информация, которую я получил, находясь в Казани, может быть, не всегда эта информация, и до нас в том числе такое. То, что объем малого и среднего бизнеса растет, особенно в Натрон-Челматах, на самом деле, для меня русский уровень был открытся, и это интересная ситуация, потому что мы наблюдаем на что-то другую ситуацию в других регионах и районах. Структура по поддержке...